Небесный, будешь садиться в душе истинней, И жилье с детьми, и вся исполняй сокровища благих, И жизни подателю принесись овны, И очистим от всяких скверных, И спаси блажей души наши. Отец наш, Небесный, волен Тебе, именем Господа нашего Иисуса Христа, Благословите наше занятие по Слову Твоему Святому, Не отступая ни направо, ни налево, Не вдаваясь ни в какие гебри разумений человеческих, Только последуя Твое Божественному рассуждению по Святым Отцам, Как Ты, Господи, заповедовал нам. Помоги, многомилостиве, все преодолевшее устоять, Сверху на надежду, воскресенье, жизнь вечную, И наследует Царство, которого готовил Ты святым Твоим и праведным, Как Ною, или Иисусу Новину, Моисею и другим святым. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. В прошлом занятии мы читали толкование на молитву Отче наш. И здесь как-нибудь продолжение. Так, тихо. Какой Твой? Дайте Твой подписать. Ты не подписал. Шестая глава, 14-15 стихи в Англии от Москве. Ибо, если Вы будете прощать людям согрешения их, То простит и Вам, Отец Ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, То Отец Ваш, то простит Вам согрешения Ваши. Толкование. Опять научает нас быть не злопамятными. Об Отце же напоминает нам, Чтобы мы, как дети такого Отца, Стыдя сего, не злобились подобно зверям. Благосердный Бог всего более ненавидит Безжалостность и зверство. Посему и запрещает нам быть таковыми. Вот я как дрессировщик. Безжалостность и зверство. Спрашивают, а вот если, говорит, собаку бить, Она может отомстить? Я говорю, нет, собака не злопамятная. Она наоборот, говорю, если ее... Наказывать. Наказываешь, она лучше переживает, Она кроткая, она боится хаяина. А тут вот братом занимались, Словом Божиим, и Кофелак, значит, Сравнивает человека со зверьми. И вот, кто хитрое у нас животное, Какое, все знают, да? Змей. Был хитрее всех. Был хитрее всех зверей по льву. Кто хищный, кто сразу хищный паскал? Лев. Лев, еще кто? Волк. Волк, да. То есть хищники, кто-то похищает. Львы воруют, и хищники хищат. Там курей, там овец. А злопамятный кто? Кто знает? Тюрень. Верблюд. Я сроду бы не подумал, что верблюд злопамятный. Да. Плюется, да. Слоны еще злопамятные. Очень злопамятные. Да? Не дрессировали слонов? Нет, но... Ну да, слонов, да, говорят такое, да. Если их обидел, да. Да, если обидел, они запоминают. Да, у них там есть что-то такое. Оленька, садись, куда захочешь. Садись, пожалуйста. Куда захочешь, только не под камеру. То есть Господь нас научает не быть верблюдами и не плевать. Если вас обидели в ответ, не плевать. Попрощать. А почему? Потому что... Дайте их туда пройти, пускай он пройдет туда. Садись облакотиться. Потому что Господь более ненавидит безжалостность и зверство. Зверство это вот синоним безжалостности, беспощадности, не милостивости, так скажем. Что значит? Можно. Милости хочу, а не жертву еще такое. Я хотел пример привести. Вот безжалостности. Это такой был врач во время войны, с 43-го по 45-й год в Освенциме. Иосиф Менгель. И он занимался, значит, как бы селекцией человека. Пытался вырастить человека, а истинного арийца. Голубоглазый, крепкий, белокурый, женщина белокурая, стройная, ну такая должна быть и так далее. И он делал опыты на детях, особенно на близнецах. Прямо резал этих маленьких детей, пришивал друг к другу, делал симбиоз, как вот сросшиеся сямские близнецы. Перешивал одному ребенку руки-ноги отдельно. Ну не знаю, про голову не написано, возможно это тоже было. Я этот документальный фильм просто посмотрел, смотреть тяжело. И показывают Освенцим, и людей доводили до такого уже, вот этих вот, бедных. Вот так один человек подходил, и здорового такого мужика, как я, вот так брал спокойно, за руку и за ногу вот так поднимал. И вот так в тележке прям накладывают, показывают документальный фильм. Что с людьми делает, когда они становятся зверями? Люди, когда они без Бога живут полностью. Безжалостно. Ну я хочу просто сказать, ну и в этот момент, это фашисты, но в этот момент и в коммунистических лагерях. Возьмите нашу икону, видели, вот икона у нас там висит, вы ее рассматривали? Нет, не рассматривали? Какую? Икона. Новомученика. Посмотрите, там вокруг картинки идут, эпизоды революции, и показывают там, там показано гулаг, сетка лагеря, и людей носят в повозки, вот так вот через палку несут, и человек перегнутый, вот такой, просто кусок скелета, и они его несут туда. Это на наших иконах, это в наших лагерях в этот момент в Советском Союзе было, еще раньше, чем у Гитлера это было. То есть, не значит ничего, где там есть, какая там идеология, всех туда в одну гребенку людей. Не нравится человек, мешает, его нужно загнобить. Да так еще искусно, не сразу убить там, а еще и в подвалы загонуть, темноту, чтобы никто не видел, еще и чтобы на душу повлияло это все. Вот что значит жизнь без Бога, дорогие наши отроки, траковинцы. И вот в Матфея 6.16. Так же, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися, истинно говорю вам, что они уже получают награду свою толкование. Обращение лица есть принятие фасмурного вида, то есть, когда кто кажется не тем, каков есть, но притворно принимает сформный вид. 17-18 стиха. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимися не перед людьми, но пред отцом твоим, который в тайне, и отец твой видящий тайное, воздаст тебе явно толкование. Помазываться елеем после умовения у древних было знаком радости, так и ты, показывая себя радующимся. Но под елеем, разумеется, так же и милостыня, а под главою нашу Христос, которому нужно умощать милостынями. А лицо умывать, значит душу очищать и чувства умывать слезами. Опа, какое толкование. Елей – это милостыня. Как говорится, подмаслить надо человека, чтобы, если что-то идешь, какой-то просьбой к депутации, ну, наверное. Умаслить его. Не, ну это немножко не так, умаслить это, чтобы хорошо прошло это, значит, с маслицем принять пищу. А здесь прям натурально мазают, там, волосы. Это знаешь, где хорошо видно? Тихий дон. Там, где этот старик выходил на люди и салом губы мазал. Сапоги начистят, казак старый тут, фуражку, и идут там бабки, ох, какой еще молодец, аж губы сверкают, сало наелся, а он уже, что есть не может, зубов нету. Просто так мазал салом. А видел, как они там эти, бояре-то делали? Масло, капнул масло вот так, раз на руке, и вот так, голосы. Вот так, на пробор, на прямой. Все. Маслянистый такой. Это еще при царе было. Ушло-то почему? Потому что этот елей-то раньше продавался, как и натуральные духи. Духи, натуральные духи, как батюшка нас помазывает, оно долго еще пахнет, руки пахнут и все. А это елей, это не растительное масло, он дорогущий, со специального кустарника. Ну, капает вот так, прям в него собираюсь. То есть, тут есть толкование, что от Христа можно умазать добрыми делами. И вот притчу считали сегодня о десяти девах. Светильники горели, у них не было масла, елея. И толкование говорит, что такое елея? Пять разумных, пять разумных, добрые дела. Говорит, вы продайте нам свои добрые дела. Да, если мы вам своим продадим, как мы не сияемся без добрых дел? Пойдите, купите. Они пошли, постали делать добрые дела. А поздно, поздно уже, жених уже пришел. Поэтому, говорит, так, бодрствуйте. Что значит бодрствуйте, пока вы в деле делаете эти добрые дела? Потому что не знаете, когда Господь придет. Потому что многие лукавят. А вот я сейчас сначала за работу, потом на пенсию пойду, а потом тогда уже будут в церковь ходить, будут там миру соревновать. Не знаю, доживешься до этой пенсии-то или нет. Более пенсия сейчас. Я вот тут, вот это вот, как бы, я вот не знаю, я смотрю на Игната Тихоновича, у него пенсия минимальная, он вообще не заботится о ней, все есть. Совершенно его не, тоже не давали работать, где брыжи на стройке заработал. Здоровье никакого, легкие. Он бы рад был работать, ему не давали. Не давали, но все равно он работал на стройке, пенсиями. Сторожем он работал, он в десятки лет сторожем работал. Ну брыжи-то у него не осторожевое работает так. Он на стройке... Да он и сторожем работал, он же еще и так работал, что он строил, да, еще. Поэтому... Он же печи клал. Да. Приходилось тоже работать. Поэтому, когда вот такие примеры, то оно и как-то обнадеживает. Ну вот, Боже, одним дает, без пенсии. Ну что такое там 8000 сегодня? Ну, сколько бы ни было, все-таки уже что-то есть. Если за квартиру не платить по 5000, то тогда и неплохо еще. А он не платит столько. Даже если тут газ провели бы, то он не платил, потому что мы бы платили за каждое, и все. Все, все, все подкармливают. Поэтому есть такая поговорка, какая-то такая мирская, говорит, жизнь нужно прожить так, чтобы первую половину жизни тебя кормили твои родители, а вторую твои дети. Ничего себе, первое, не слышу. Ничего не слышу. Это вот сегодняшняя, видать, поговорка. У нас так, говорит, жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. За мелкенькое и пошлое-прошлое. Кстати, очень сильно подходит для христиан. Хотя это написал, как бы, коммунист. Но, видать, он островский хапанул по полной программе, и Господь ему что-то вложил в душу такое. Семь это больной, никому ты не нужен. И в Писании тоже вот про этих, про пенсионеров, коли вы заговорили, вот есть истинные вдовицы, которые жили свято, принимали странников. То есть, они от себя уделяли, и потом они уже, как бы, становятся на... То есть, пенсию им церковь уплачивают на попечении у церкви. А есть истинные вдовицы, которые жили для себя, как бы, ну, и тогда вот, как что посеешь, то и пожнешь. И насеял Слово Божие, появились все духовные дети, они тебя докормят, допоят. Не трудился, ну, и прозябая в голоде, в холоде, как говорится. А если есть вера, то и... У нас вот истинная вдовица, вот, Любовь Николаевна, она там за бабушкой ухаживает. Истинная вдовица, сама уже... Она за сколькими ухаживала уже, в своей жизни. Ну, да. Хороший пример оставляет. Иногда про дронебоя, что-то непонятное. Преживание о детях. Дело в том, что у меня еще сейчас проблема, что Валя умирает. А ей не куда будет идти. А что она не подписана? А что она должна зачистить? Давно подписана эта квартира. Что с чего? Ведь Валя на квартиру, она подписана ее много. Ты думаешь, если кто-то за кем-то ухаживает, то подписали? Подписанную бровольную. Мы просто к Евдокии Козьмовне начали в 96-м году ходить. У нас там были, помните, занятия? Людмила Степановна. А, Татьяна Кузьмична, да? Помните? И уже начали говорить в общине, что нам с Мариной она подписала. И вот такое, откуда это все берется у людей? Откуда в голове, в головках-то ваших такой сидит? А что, вам не подписали, что ли? И такая, а она умирала, вы что там не живете? Вам не подписала она? А что она должна подписать, когда у нас просто любовь духовная? Вы это делали ради Христа, правильно? Ну, конечно. Что надо было додумывать-то? Не надо ничего додумывать. Это такие вот люди, как Гордеев. Володя подписал вроде. Все, вот его будет. Пускай ко мне ходит, помогает. И он Володе сколько лет? Лет пять или шесть к нему ходил. Ходил-ходил, а в том году ему сбряндилось. Он, ненавижу тебя. Игнать я ненавижу, тебя ненавижу. И все, иди отсюда, и больше я тебя не видел. Вот и закончилось все подписания. Как не лишил? Не лишил. Что там? Мармонова. Да, конечно. Продолжим чтение Слава Богу. Девятнадцатые и двадцать первые стихи. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль, ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровищ на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваше, там будет и сердце ваше. Не подкапывают или не подкапывают? Подкапывают. А еще в одном месте написано, не подкапывают еще такое есть. Ну, вообще-то, копать и капать. Проверяется слово копать, копка. Ну да, вроде так. По идее, это надо, да, не подкапывают. Мы говорим, не подкапывают. В русский язык. Могучий. А или О пишется. А можно я, а можно О. Пишется как. Как захочешь. Ты читаешь как? А или О. Как людям и людям. Вот все равно. Вот людям стать, хоть людям. Хоть детям, хоть детям. А кто-то замечает это и очень. Вот я прочитала, что давно уже там это было, что уже поехали куда-то в другую страну, и у них переводчица, и такая милая девушка, и женщине очень понравилось. У нее сынок. И она все, и думает, вот невеста будет. И приехали, и вот они стоят, уже прощаются, и разговор. И она произносит какое-то слово, не помню сейчас, а ударение поставила не там, где надо. И она сразу, ой, как она неграмотная. И все. И разошлись как в море кораблей. И этой девушке сильно повезло. Что она вовремя неправильно сказала, иначе тетя бы ее проела вот тут вот, вернее, не теща, а кто-то получается. Свекровь. Читает толкование на это слово. Вражение. Их наши болезнь тщеславия напоследок говорит о нестяжании, ибо люди приобретают много имущества для тщеславия. Он показывает щиту земного сокровища, потому что червь и тля портят пищу и одежду, а воры крадут золото и серебро. Потом, дабы никто не сказал, дабы кто не сказал, не все же крадут, он говорит, хотя бы и ничего подобного не было, но то самое, что передаются заботе о богатстве, есть великое зло и бедствие для души. Потому что пекутся о вещах тленных и забывают Бога, посему и говорит. Можно. Вот о вещах нетленных надо печься, мы уже три недели не были на благовестии. И вот вчера сильно-сильно у нас совесть, вот с Сергеем Павловичем проснулась, очень сильная совесть. И вот это, надо поехать на благовестие. Вот машина есть? Ты подъедешь? Конечно. Сергей Павлович подъеден на велосипеде. А если хочешь, можешь на машине поехать. Сюда потом привезут тебя. И распространяем. Евангелие много у нас, слава богу, есть знакомые, которые поставляют нам Евангелие. Евангелие наше еще есть, всякие Евангелие есть. Я считаю, что все Евангелие наши, без всяких там ребро это или подреберье, мне все равно. Или из боку. Одно слово всего на все Евангелие. Евангелие протестанты выпускают, и за место ребро написано Бог. Все нельзя читать. Все, не распространяйте. А люди стараются. Маленькие такие карманы Евангелия так легко заходят. Все. Твердая корочка. Прям очень хорошие Евангелия выпускают. Выпускается это не для того, чтобы человек покрасовался. Или там, вот, а у меня-то все тут в истине. А для того, чтобы узнал о Христе хотя бы хоть немного. Люди же ничего не знают. Ну, ладно, они не знали атеизм. Я понимаю, не знали. Но, мне кажется, когда мы были, вот, в советское время жили, то когда начинали говорить о Христе, больше было благоговения, чем сейчас, когда начинают говорить о Христе. Как-то люди раньше мало знали уже, и за это гонения были, и как-то с уважением подходили к этому делу. Не было такого, что обсмеялись, там, закатившись. А сейчас мы сами знаем. Или там, аду, идите. Не приставайте. Вроде как будто мы воры какие-то. Ну, и надо еще сказать, что о богатстве говорили. Само богатство не есть зло. Есть зло, есть излишняя забота о богатстве, которая вводит людей от Бога. Жадность. То есть, суета, может быть, жадность, да, это называется. Может быть, просто человек погрязает вот этот бизнес, рутину, он не может уже эту дорогу вынести. То есть, он столько набрал себе работы, зло забот, что он уже не может, как бы, отказаться от всего. Вы помните тогда, когда хочешь быть совершенным, раздай имение, раздай имение, раздай нищим. Он ушел, опечаленный, а он уже не может, он уже настолько, он с этим всем... Ну, а можно вопрос задать? Вопрос, можно задать? А человек, который бедный, он может тоже на таком же деле, как богатство или попечение себе, не пойти за Христом? Да, конечно, можно. Ну, вот, этих случаев у нас сплошь и рядом. Как воскресенье наступает, что-то надо кому-то делать. Вот, нас же сейчас намного меньше, чем было на собрании даже, не говоря уже в храме Божьем. Но нету людей, опять они куда-то. И не сказать, что все богатые. Ну, ладно, там бабушке им тяжело, там нет. Но и с другой стороны, посмотришь, у нас и тут тоже немолодых он много. Он, сестра, вообще ходит, качается постоянно, как елочка под ветром. И руки трясутся. И руки трясутся, и все, и все, однако. Чего-то не хватает душа человеческой, что ли? Неинтересно. Вот у нас одна семья, вот дети все здесь присутствуют. Другая такая же семья, тоже там детей много. Нету никого. Тоже они там не богатством занимаются, точно могу сказать. Почему так? Почему Слово Божие так не интересует? И уже можно с уверенностью там на 99,9% сказать, что ничего путного не будет с тех детей. А здесь вот я 50 на 50. А это очень много гадят. 50 на 50 много. Я не хочу там не обидеть никого, ничего. 50 на 50 это даже ого-го. Просто мы не знаем, они рядом с нами. Я надеюсь, что так оно все время будет. Ну да, не проявляют они какой-то активности. У нас много таких христиан, которые не проявляют активности. Но однако Богу молятся, являются братьями нашими, сестрами. И долгие дни. Но потом, что происходит? Вот глядите, вот взять Игоря Третьякова. Совершенно ревностный. Брат был. Женился, вроде все счастливо. Дети пошли. Казалось бы, только воспитывай, да и все. Ну и что случилось дальше? А теперь там слухи, там слухи. Не надо о нас ничего говорить. Перестаньте там типа. В чем дело, я не понимаю вообще иногда. Если уж Россия ничего не понимает по делу Скрипалей, то я вообще ничего не понимаю по этому делу. Критикулу. Ну, нет, 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 нет. Мне ничего не звонил. Как в тот раз позвонил, как издевательство какое-то. Позвонил, главное, сказал, что я не в Московской Патриархии и все. И три недели, уже считай месяц, нету никаких несведений еще. В чем дело, почему вообще не понятно даже. Как молиться? Он имел в виду, что он не будет священником в Московской Патриархии? Ну, конечно, и в храм не ходят? Куда? Как тогда совсем? А, нет, что в храм не ходят, не знаю. Ну, что они не в Московской Патриархии, это он сказал. Нет, мы не пойдем в чем отход в Московской Патриархии. Зачем? Я говорю, ну, вы же не ходите на собрание уже 4 месяца, уже больше 4 месяца. У вас нету, и что? Ну, вот у меня, мне тяжелые экономические положения. Ну, так наоборот, приди попросить. Хомоличили, чтобы Господь хоть послалить. Кому сейчас легко. Так она, это он говорит, я говорю, ну, так это приди. Ну, это надо будет говорить, где, что. Слишком много у нас любопытных. А вот это, наверное, и есть излишняя забота о богатстве, что. Ну, верно, верно. Слово Божия не нужно, мне надо детей воспитывать, кормить. А что это тут, вы сидите, ерундует занимаетесь? Даже будем не говорить не о богатстве, а излишняя забота житейская. Вот так. Ну, потому что про богатство пока еще не сказать. Не о богатстве, тут хоть бы о хлебе насущном. Ну, это понятно, что каждый думает, что ребенок вырастет, ему нужны деньги там и учиться в институте или в каком-то там учебном заведении. Ну, это понятно, у всех это лежит на сердце у людей. Это как бы печатью такой, заботливость этой суеты. Игорь, бюджетные места, никто не от меня. Учитесь в школе хорошо, поступайте в вузы, поступайте в колледжи. У Стиновой все учатся за бесплатно. У Стиновой все учатся за бесплатно. Ваня поступил тоже. Тебя стипендия будет еще? Вот так вот, пожалуйста. Тебе, наверное, повышенная социальная стипендия положена. Ну, вот. А Ливия? Ну, у нас не социальная стипендия, да. А, не социальная, да? Ну, это обычно коммуническая. А, ну, то есть стипендия есть? Стипендия есть. А, ну, понятно, понятно. То есть еще социальная, она нет. Ну, понятно вам, кто бы, да, социальная. За это вам надо тебе ходить куда-то. 500, я не знаю, в сколько там? 500, да? 500, да. 500, да. 500, да. Это вам куда-то ходить надо, так как многодетные матери тебе дадут 100% сейчас везде. Это в день 500, что ли? Это я должна... Нет, это тем, которые докажут, что ты родил много детей, неспособленных прокормить. Ты должен привести такую справку, понимаешь, Игорь? Ну, пройдешь, что ли? Такую справку я не понесу. И то не хватит на проблемы. А тут дело в том, что вот эта стипендия, она и рассчитана, что родители в основном помогать будут. А социальная сколько, 800? Да, где-то 800, от места до 1000 где-то так. А у тебя все равно проезд хватает только и все, да? На проезд только хватает. У меня еще и за потери кормится. У меня еще и за потери кормится нормально. Тут-то еще отдельно, это ясно. Не хватает. Тебе не стипендию же платят по потери кормится. Ну да, это уже твой курс. Это у тебя отдельно, да. И до 18-летия будет это, да? Как учиться? Если будет учиться, если будет учиться, если будет учиться. Ух ты. Не, ага. До 24 лет и... 21. Интересно. Ну ладно, хоть что-то. Ладно, это так просто, к месту, но нужно. К месту нужно. Кое-что. Посему прибавляет, то есть вещах кленных и говорит. То есть он кому-то продолжает, что не судитесь о вот этих житейских заботах, и Христос продолжает. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Или светло, не грамотно. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Или темно. Темно, наверное. Все-таки темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Толкование. То есть, если ты оковал свой ум заботой о богатстве, затемнил. То ты погасил светение Божьего света. Слову Божию некогда тебе позаниматься. Работа, дела, дом, работа, работа, дом, работа. Омрачил свою душу, потому что, как око, когда оно чисто, то есть здорово освещает тело. А когда темно, то есть нездорово, оставляет его во тьме, так и ум заботами ослепляется. А при слепоте ума темна бывает и вся душа, ибо ум есть око души. То есть око сразу ассоциируется с умом. Если ты в уме заботишься о небесном, как сказано, помышляйте о горнем, а не о земном. Если ум твой направлен к небеса, ты рассуждаешь о боге, как угодить богу, как бы заповедь, как бы ближнего не обидеть, как помочь кому-то искать нуждающихся, как бы милости не больше оказать. Все в этом направлении рассуждаешь, молишься, око чисто, и у тебя все. А если ты думаешь, как бы нахапать просто побольше, кусок поживнее, так ты уже и о боже мне рассуждаешь. То есть все это тлено, все, у тебя воры украдут, дом сгниет, там все это, все, одежда твоя вся, моль почикает. Все это время, на что об этом заботиться? Но это только говорим тогда, когда мы верующие, шибко, как говорится, верующие. И когда ты родился свыше, тогда тебе будет все понятно, потому что с тобой, говорит, голос Отца твоего небесного. И ты понимаешь, что ты не один. Отец небесный, он всегда даст тебе нужное для прокорма. Еще, говорит, не видели, что праведник нуждался в хлебе. В хлебе ты не будешь нуждаться. Во-первых, у тебя будут везде братья, сестры. И дам тебе сто крат братьев, сестер, матерей, отцов, домов, земель. Сто крат написано. Если ты будешь со мной и оставишь ради меня жену, отца, мать, детей, домы, земли и так далее, друзей, все это дам тебе написано. А если ты это ничего, ни от чего не отрекся, если ты безбожников называешь своими друзьями, приятелями и так далее, то о чем разговоры-то разговаривать? А не, пенсию твою пропьют, твои дружки безбожные. Ну вот как у нашего Володи было, когда он еще не уверовал, в молодости, 16 лет. Дом был на нем, бабушка ему отписала, а у него дядька был. Пришли пацаны, объегорили, а он ему как опекун шел. Пришли, займите нам денег, а как? Да вот дом свой заложите, мы его там вам отдадим. И все, отдал, последние деньги заложил. И парнишку вытряхнули из дома. А дядька его такой еще, да ничего, мы там с тобой поживем где-нибудь. Интересно будет, как Робин Гуд с Винни-Пухом будем ходить. Вот так и остался без дома парень. Почти, да, я нашел. Вот так вот. Я говорю, Володя Володя, как этот дядя-то? А он его любил просто, ну очень сильно. Родителей нету, бабушка умерла. Поэтому, ясно дело, и верил. Ну, Господь дал ему теперь во сто крат больше всего. Он, гляди, все тут у него есть. И дом этот на него, писали, и в деревне, и где только нету. Почему? Пошел за Христом. Помогает Игнать Игнатьевичу безропортно. Сейчас и дом у него, и все. Так самое главное, он сюда, когда пришел, здесь начал помогать, и батюшка ему начал помогать, и все. И копейка появилась, и все. Ну, то есть, не оставили его. У меня была работа, но меня немножко подрабатывала. Я там ему тоже платил. Немного, но все равно еще полторы в неделю-две выходила. Вот в Евангелии от Патфея написано. Идите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успохою вас. Возьмите Игорь свое на себя и научитесь от меня. Вот он пришел как раз ко Христу. Вот это к нему подходит. И все ему Бог дал, понимаете? Они там его обманули, а он в сто крат больше получил. И Слово Божие принимает. И Слово Божие записывает. А как только что, отойдет от Слово Божие, он ничего в этом мирском плане не понимает. Мне так удивительно с ним. Он говорит, Людмила Сфанат, зачем это так? Я говорю, ну так это вот принято вот так он. Да это и не надо. Я говорю, так-то в принципе, да, не надо. Понимаете, он вот отошел от всего. Вот это меня поразило. Он у меня жил, ну не жил, а приходил работать. А приобрел все. И мы все его уважаем. Пусть он как бы это, ну все как-то к нему. Вот если он сказал, так он сказал, и все исполнил. Кстати, вот это место, которое вы назвали, подлите ко мне все обсуждающиеся времена, и я успокою вас. Игорь Третьяков называл это место своим ключом к духовному рождению. Бух ты, а я не понял. Я вот сейчас анализирую. Либо он его неправильно понимал, или толкование, либо что-то он другое вкладывал. То есть, придите ко мне все труждающиеся временны. То есть, когда человек трудится, у него все есть. У него там, вот как сегодня писала сестра, там, ну все есть у этого молодого человека в душе. А душа оскорбит по Богу, он печален. Ему счастье не приносит это богатство. Несчастный человек. Не приносит. Он тоскует о Боге. Сам не зная этого. Не понимая. Это неправильно. Ни Качева не верю в этом. Это неправильно. Но откуда он будет знать, если ты, если ты, священник, не трудишься на небе благовестия. Ну, да ладно, он там в интернет зайдет, там, может, на ролик наднесся, там, на наши ресурсы. На то, что Ткачеву тоже очень много роликов. Ну, а, и он, может быть, Ткачев искорбит. То есть, они... Надо самому идти к ним, к этим людям и нести свет, так как Христос заповедал. А настроить храмов и думать, что сейчас кто-то народ хлынет. А ничего не получилось. Храмы строятся, народ не верит и живет. Они ходят печальные. У них все есть, у них все, все, все. Они с заботами житейскими, они сыты, накормлены. То есть, это тоже искушение дьяволом. Богатством не только бедностью, но и богатому-то тяжелее спастись. У него все есть, ему ничего не надо. И Иев, помните, когда страдал, дьявол говорит, у него все есть, поэтому он тебя прославляет. Отними у него все, и он проглядет тебя. Гляди, это еще хотел сказать. И жадный человек, богатый человек, он жадный. А жадность от печали. Он никогда жадный, не будет веселым. Ему нельзя быть веселым, потому что он же должен показывать суровый вид и так далее. Но он жадный. Поэтому ему просто на роду написано быть всегда в унынии, в депрессии. Вот христиане никогда не могут быть в депрессии. Вот Игорь Третьяков, когда разговаривал, у него такой печный, как будто он вечной какой-то депрессии. Ну экономически тебе тяжело и так далее. Ну у тебя же целый сон братьев-сестер есть. Когда он так вот говорит, и он верующий человек, и руки он ослабевает, он ослабевает мои руки, понимаешь? Я прям думаю, ну как так? Неужели когда мне будет тяжело, и мне не поможет Христос, когда я обращусь к братьям мои? Я думаю, ну не должно так быть. Буду всегда обращаться. Ну вот тяжело сейчас, да, с пенсии там, так далее, обращаюсь. Ну как Господь даст? Ну однако, хотя бы обо мне думать будут. Может кто-то подскажет, что-то всякое бывает. Даже через интернет раз кто-то что-то там подсказывает. Вот приехал Сергий, я уже с ним еду и как раз говорю, вот видишь, я бумаги получил, вернее не получил, только сведения. Он сразу, о, к Севастьяну обратись, говорит, они такие, говорит, дела проходят как раз. Там, говорит, он может расставить все акценты нужные, как вот собирать справки, там где обращение, правильно написать. Уже важное дело. Уже он сам же адвокат, этот юрист. И он подсказывает уже. Человек через интернет просто. Уже раз на сердце как-то бальзам какой-то, что он хоть можно что-то делать, а не просто так. Это же все облегчение называется, правильно? Оно же облегчение не через то, что ты забыл об этом и все. Да, времена друг друга носите. Это как раз об этом. Вот нам и хотим проявить это времена, его нести. Тут ты какой скалой не будь, а против государства не попрешь. Законы-то не божественные, а их какие-то законы непонятные. Севастьян взял сейчас бумаги, я тебе открыл, и такой там пункты, 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 пункты. Я говорю, Севастьян, ты сейчас ничего не поедешь, я не точно говорю. Я говорю, просто знаю, что это такое. Тебе надо даже в каждый закон влезть. Он говорит, ну понятно. Я говорю, забирай эти бумаги, потом что-то скажешь. И все, он даже не... Ну что он может сказать, человек? Конечно, сложно даже. А тут сидели, 4 месяца занимались этим, этой казуистикой, чтобы отфутболить человека. Продолжим. Ивангелие от Матфея 6,24. Никто не может служить двум господа, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Читая толкование. Мамон называет Бога и мамону, потому что они дают противоположные приказания. Мы подставляем господина себе дьявола, исполняя его волю. Равно и наше чрево делаем Богом. Но существенный и истинный Господь наш есть Бог. Не можем мы работать Богу, когда работаем мамоне. Мамона есть всякая неправда. Неправда даже дьявол. Видишь, что для богатого и неправедного невозможно служить Богу, ибо алчность к приобретению имения отвлекает его от Бога. Хороший какой-то друг. Ну, написано невозможно, невозможно. Вот у некоторых получается на двух стульях усидеть. И кажется, вроде и в церковь ходят, и благочестивенькие. Все это вот как номинальное христианство может быть. Шпионы называются, которые первую любовь забыли. Господь им говорит, что дальше с вами будет. Вспомните первую любовь, говорит Господь. Свою первую любовь вспомни. Как ты горел, как ты бежал. Вспоминай его на Жене Венчика, какой он был. Женя, по идее, с его сейчас, он должен быть первым у нас проповедником. Такой он всегда понятно так объясняет, такой сядет. Ну, интересно было. Потом в раз куда-то все дело сделалось, куда все дело девается, непонятно. Забывается первая любовь. Как ты страдал за других, переживал. Там куда-то ехал, где-то заботился. Все, ничего нет. Все, нету, нету и нету. И таких у нас очень много. Очень много. Алексея взять тоже был. Душа компании, как говорится, везде. Осталось только все теперь дело. Вспомни, поймите одну вещь. Поймите одну вещь. Какую вещь понять, ничего не понятно. Запутаешься. Я умер. Тоткая. Ну, это уже последняя самая. Так что до этого уже было непонятно много чего. Игорь Третьяков, помню, тоже по этому же пути пошел. Все время что-то ему непонятно чего-то. Там не то, здесь не так. Пошли к этим, к адвентистам. О, адвентисты, они там хорошие. А что мы так вот к ним относимся там? Они тоже, наверное, спасутся. Начинаешь ему объяснять про адвентистов. Пошли к пляшущим человечекам этим. Новая жизнь. Такая же тоже петрушка. Опять начинаешь его уговаривать, Игоря. Пошел в семинарию. Начал тут рассказывать о московской патриархии. И что она ничем от нас не отличается. Что это такое? И в конечном итоге оно должно было к чему-то прийти. Сколь веревочки не весят, она в петлю все равно завьется. Вокруг шеи твоей. А теперь уговаривают кого-то. А что уговаривать, когда уговорить никого не может? Где он запутался? В чем, брат? И не подпускает к себе. Вот в чем дело. Это сатана делает так. Странное положение. Любовь Николаевна. Вот такая арена. А вот в этом. За больными ухажут. А в этом сразу их оградило. Детейство их. Она так же точно к Юле относилась. Она рядом со мной жила. Юля играет на мандолине. Юля занимайся. А я сама буду все делать. Ни посуду не мой, ничего не готов. И потом Марина, ее уже когда она замуж вышла через два года, учит как готовить. А нужна заставить? Ну нужна заставила. Деваться-то некуда. Научила чему-то. Вот в Слове Божьем говорится, Господь говорит, я стою в двери и стучу. А Христос стучит очень кротко. Он не так, что там с угрозой или это. Он очень кротко стучит. Ну, в смысле кротко этого о чем? И кто примет, кто примет меня, я вечерять. Это не то, что он это, он в тебе будет. Просто его дух в человеке должен быть. И этот дух, он будет везде, он будет гореть ради, потому что он дам дух Божий. Духа Божия, там и нет, и уже все, линия идет одно. Лежно, Степан, Бог. Можно? Крутко это вы имеете в виду, что он не говорит, я твой Бог, давай там, давай там быстрее ко мне возвращайся. Он не так говорит уже, Господь. Господь все, что надо, уже было сказано, ты уверовал, ты принял сердцем. А теперь он дальше уже, он уже стучит. Он всякое, через болезни стучит, через бедствия всякие стучит. Вон, прошел тайфун, 35 тысяч опять унесло жизни. В Индонезии. Ну там по всем странам прошелся. Вот это стучит Господь. Что непонятного? В Японии там стучит, в Америке там эти летают. У нас там наводнение где-то есть тоже. Кстати, у нас меньше всего он стучит по России. Заметили? У нас таких огромных бедствий, у нас что-то маловато. И все сейчас говорят, вот хорошо Россия, у нее Сибирь есть. А Сибирь это западно-восточно-сибирские щиты. Это огромные платформы земли, которые не разрезаны, не подвержены никаким катаклизмам. То есть нету ни трещин, ничего, ни вулканов. То есть они монолитные. И все говорят, вот Сибирь-то как начнутся везде, там эти разломы, там все. А Сибирь вот останется. И они хоть сейчас мерзнут, а потом живые останутся. Я думаю, ух ты, дураки живые там все сидите. Да каждому свое. Нас Господь по-другому наказывает. Нас революцией наказал по самой гланды. Вы столько народу не потеряли, сколько мы во время всего лишь трехлетней революции. Ладно, там Первую мировую не вспомним. Ладно, там другие тоже теряли людей. Мы на пятом месте всего, кстати, потерям. Россия в Первой мировой войне. А вот революцию, когда брат брата убивал, до сих пор отойти никто не может. Вот это да, вот земля на землю сошлась, вот где. А там что эти Таиланды? Ну это тоже все кротость Господа. Он стучит. Он же стучится, а никто же туда не посылает проповедник. Вот сейчас там болбанул тайфун, надо отсюда посылать монахов. Кучку раз, человек 20 послали. И они бы там ходили и говорили, мы вот из России к вам приехали, сказать от Бога. Этот тайфун вам за то, что вы тут развели проституцию среди детей. Да, да. Что у вас туристы наши тут приезжают, больные все, позаражались вашими вереническими заболеваниями. Вы что вытворяете тут? До чего вы дошли? Это самый такой минимум. А что они там еще вытворяют, язычники поганые? Вот и пошли бы монахи-то свои дела делать. Да и в Америку можно было бы. Почему сюда едут свидетели Иеговы? Послать отсюда наших православных монахов? Ну как бы гипотетически, я говорю. Если монахи, они такие прям уже верующие до гроба костей. Так пускай они занимаются делом Христовым. А Игнативныч говорит, монашество неприемлемо в том виде, который оно есть сейчас. Оно не евангельское, а антиевангельское. Вот о чем речь-то идет. Никогда они не положат животы свои за друзей своих. Никогда. Никто никуда не пойдет. Игнативныч, он попросился у правительства туда поехать, в ИГИЛ, рассказать им. Не поехали. Не пустили. Не пустили его, да. Не дали. Посмеялись там на дедушке, сказали, из дома вышел. Выжил. Ну написали бумажку такую, конечно, чтобы не расстраивать. Возраст. Да, возраст. Хоть бы приехали посмотреть на него. Что вы хотели бы сказать? Послушать. Хоть бы послушать. Нет. Они сами умные все знают. А мы туда из Кандеры. А мы туда из 300. А мы туда из 400. Так хоть эх, 12500. Толку-то не будет никакого. Хоть у вас пускай ракеты летают со скоростью света. Ничего не будет, никакой победы над злом. Потому что зло побеждается только добром. А это не понять всему миру. Не понять. У них так. Добро должно быть с кулаками. И все любят, чтобы был такой спокойный, как Федор Емельяненко. Но кулак, чтобы был. И всем нравится это. И выходит под музыку такую. Не слышали вы? Нет. А что вера православная? Такая медленная такая песня про православную веру. У него крест такой во все пузо. Снимает крест этот, все передает. Вот зашел, как дал русским кулаком в этой физиономии там мусульманская, протестантская какой-нибудь там языческой. И развалились все. Кротко стучи. А ну веруйте в супостаты. Зарите. А у нас не так должно быть. У нас должны быть. Ну как приезжал к Калиникум тут сидел. Я вспомнил Андрея Стратилата. Как вместе с ним погибли его воины. Потому что они уверовали во Христа и не хотели больше убивать. Это нелогично. Вот эти вот логики, они по всей земле. Какая тебе логика должна быть? Люди, 2600 человек практически, воинов суровых, уверовали во Христа, родились выше и сами отдали жизнь свою за Христа. Они просто остановились и все сказали. Ну убивайте нас, все. Мы никуда бежать не будем. Мы верующего Христа. Воевать мы за императора больше не будем. Где это Путину, кто сказал об этом хоть раз? Чего они прославляются они? Почему Андрея Стратилата храм сейчас не строит, а строит храм памяти победы в Великой Отечественной войне? Георгию Победоносцу опять. И кто вам сказал, что Георгий Победоносец победил за коммунизм или за фашизм, или еще за какой-то изм? Георгий Победоносец за Христа победил. И не надо его себе прибавлять. А то Никола Чудотворец, это военно-морских сил, покровитель. Где вы это взяли? Кто вам сказал? Где написано? В какой? А это подписал вам Путин в указ, что? И патриакт там штамп свой поставил. Сережа, можно? Ну вот, когда про башню там сказали, что она упала, забравила. Силамская. Все, да. Что она вот упала. А сейчас что? У нас башня была 300 тысяч в этом было в Таиланде, да? Теперь у нас сейчас 35 тысяч. Что-то мало уже пошло на убыль. Так это нам показывается, что они нисколько не лучше. Ну, мы, скажем, они плохие, они плохие. Мы нисколько не лучше. Да. Ну, нет, вера-то. А остальное, это... Вот это у нас распределение тоже. Поэтому это нам вот... Он показывает, показывает. Кстати, хотел про распределение, хотел сказать, пока дети здесь. Сейчас по интернету, дети же все в интернетах сидят. У них там свои сообщества тайные. Тайно выходят. И там у них свои руководители. Никто не знает даже кто. Из-за рубежа, может. И детей подговаривают на разные такие игры. И игры социопатные такие трошки. Допустим... Синяки. Слышишь? Синяки, да. Ну, это уже сейчас больше дальше пошло. И такие игры интересные. Не слушать родителей. Не убираться там, не делать то. Доводить родителей. Представляете? А родители будут спрашивать, ничего им не отвечать, молчать. Для меня это вообще как красная тряпка для брыка будет, если бы у меня ребенок был и молчал бы со мной. Представляете, к чему подговаривают? Потом дальше. Уйти из дома на 24 часа. Ничего не есть, не пить. Просто где-то бродить. У кого-нибудь спрятаться, если можно. Чтобы никто не говорил, где он. И вот последнее там было. Вот в новостях показывают. На ушах стояла там вся там Тверская или какая-то там область. Искали пацаненка 12-летнего. Через 24 часа там этот... Его увидел милиционер в толпе. Опознал. Потому что, ну, там везде уже были фотографии его. Взяли за ухо, привели в отделение. Родители прибежали. Ты где был? Молчит, гаденыш. Все делает так, как сказали. Молчит. Молчит, ничего не говорит. Все, и что это ему сделаешь? Родители там Бога молят уже, что, слава Богу, живой. Там в интернете там уже маньяки где-то там какие-то там ездят. Кто там где-то там уже всякие фотороботы. А он исполняет указания чьи-то. А другие указания. Залезьте на какое-нибудь там здание и повисеть там это. Сколько там секунд и сняли, чтобы тебя еще на фотоаппарат или что. Что ты там был. И потом это ты должен выставить своему хозяину, показать. Что это такое? Там на крыле храма бросили. Да развращение идет прямо. Сатаной. А им нравится. Это же по интернету. Это же не. Родители они тупые. А там-то сидит мудрый дядька с рогами и с копытами. Он знает все, как правильно сделать. Да. Что там повисишь на башне на какой-то, и ты героем будешь всеобщим. Все тебя знать будут. Вот Лена-то наша Сокольская, наверное, точно там с этими всякими японцами, корейцами-то наговорилась. Что-то в нее внедрили они. Да в нее внедрил сатана. Ну и сатана, конечно, а кто больше? Ну через кого? Да через кого? Просто у нее заботы житейские, что-то непонятно. Она занята постоянно. Там еще мама влияет. Ну а мама какая? Вспомните. Причем наша любовь к Лене и внимание к ней никак не ослабла. Никак не ослабла. Наоборот, когда стало вот это плохо, когда она в 17 лет бацилу эту бесовщиной подцепила, как все восстали дружно. До такой степени, что аж сатана попятился. Ну видно было, что ей все равно уже. Но однако, все равно собрание прошло. Но она поняла, видать, что... Ну и не то, что она поняла, еще и молитва тоже. Чего это так все переживать начали? 100% становление личности без водительства Христова, без Духа Святого. Это тьма и смерть. Тетя Али это доподлинно известно. У нее там сколько уже это, тоже проколов. Есть хорошие, конечно, результаты. Но есть и с внуками, и с детьми. Всего. С одной стороны, дети, когда... Ну дети, это радость. А с другой стороны, когда доходит уже до спасения души, да? Только и подпрыгиваешь. Хорошо, что община есть все-таки. Хоть посмотреть на детишек, что в православии они есть. Не только у протестантов. У нас бы еще был юношеский союз. Да. Нету ничего пока. Вот уже Ваня до него дорос. Да и внушеский союз. Вот, девчата уже доросли. И они, да и Вивия. И да и... Это Фрося тоже. Вот подросла уже. Скоро Нестор уже старается. Там и огнюшка не за горами. Уже большие все. С ними уже можно спокойно разговаривать. Они уже много понимают. Многое понимают. Вот все. Во всяком случае, по Библии все понятно ему уже будет. Ну, а теперь дальше только примут или не примут. Это мы не можем понять. Стараемся это сильно. Информацию-то принять просто. Да как бы себя вкладываешь во все слова. Ну, вера от слышания слышит от Слова Божия. И Слово Божие, как оно в них проникнет? Мои слова не проникнут. Должно Слово Божие проникнуть. Вот в чем дело. Ну, а чтобы оно было попонятнее, приходится им, конечно, много объяснять и своими словами, и примеры приводить, и нашей жизни, и святых, и чьи-то там примеры в мире. Ну, желательно те, которые были, а не придуманные. Как вот любят там Геннадий Фас, да, Андрей Кураев приводить. Какие-то фантасмагорические примеры. Матфея 6, 25. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, и для тела вашего во что одеться. Душа, не больше ли пищи и тела одежды? Толкование, паучность и к имуществу отторгаются от Бога. Душа, будучи бестелесной, не имеет нужды в пище. Но Господь говорил таким образом по общему обыкновению, потому что душа, как видим, не может оставаться в теле без питания плоти. Господь не запрещает трудиться, но запрещает совершенно предаваться заботам, прекращая дело духовное и ренебрегая Бога. Вот что запрещается. Должно заниматься земледелием, но особенно нужно заботиться о душе. «Кто дал больше душу и тело, тот неужели не даст пищи и одежды?» Господь, если душу вдохнул для себя, то уж... Конечно, грустно видеть нашу общину, особенно мне еще живому, если не будет наследников. Очень грустно. Это Игнатих, значит, только трудился, мы как бы пришли в наследники, но мы пришли не детьми, вот в чем смысл-то весь жизни. Мы не детьми пришли, мы пришли уже взрослыми людьми, отекченными пороками, грехами, по самую маковку. И это побудило нас просить помощи у Христа. Мы слушали это Игнатия Тихоновича, а он говорил нам все время о Христе. Так бы мы пошли за ним, он бы стал настоящим сектантским руководителем, отличным, Малибу каким-нибудь там, Джаммакбар Парухма. Но он остался просто Игнатием Тихоновичем, Лапкиным, который указывал все время, указывает все время на Библию. Не верьте мне, верьте только Библии. Если я не говорю по Библии, не верьте мне. И все, и вот так и есть. Но теперь-то приходится нам многократно тяжелее, потому что теперь от наших совместных усилий, от того, что тут была братская любовь, и Господь соединил некоторые сердца людей, различных, как говорится, половых признаков. И получилась семья, отсюда пошли дети. Они не виноваты, эти дети. Но они будут виноваты, если они не примут Христа. А у нас нету с вами сил вложить им спасение Христова, его кровь, его страдания, ему в разум. Невозможно. Они только сердцем должны принять эту веру. Сами. Вот в чем вся сложность-то теперь заключается. И теперь бы хотелось, чтобы у нас какое-то обновление было. А молодежь-то не приходит. Мы-то не молодыми пришли. Вы вспомните, какими мы пришли. В 40 лет. Я пришел в 30 лет. Я был в 30 лет, Игорь Третьяков был 16-летний. И там еще были 19-20 летние, они все почти потом ушли. И выше нас были, вот Людмила Степановна, тетя Алла уже выше, ну на 10-12-15 лет, 20 лет уже. Вот мы с Мариной вдвоем были. Как раз стояли, вот больше никого. Там еще был Игорь, этот, Муравлев, Муравлев, Игорь был. Да, ну мы с ним, но он быстро ушел очень. Вот так. Я это все вот помню. А молодежи-то, они как пришли, так и ушли. У них тут влетело, а там вылетело. Как только начались житейские, помните? Они были в институтах, где-то там, только начинали работать. И как только подул небольшой ветерок какой-то, ну Игнатина Иванович сказал, давайте начинаем благовестовать. Все, всех поздуло, никого не осталось. Никто из них даже не поблаговестовал там. Один, Витя Плеханов, и тот, так он и не стал членом общины настоящих, так и не крестился. Ходил, благовестовал по трамваям. Ходил. На, держи. Я видел один, как благовестует. Подходит, держи. Вот так сидит мужик, вот так и вот. Держи. Держи. Тот такая, давай, давай. И дальше пошел. Держи, женщина, на, на, вот такой, на. Я люблю, как ты благорестуешь мощно. Никто не оказался. Попробуй, не возьми. Попробуй, не возьми. Ну берут, берут, все берут, причем. Все. Так что, как будто все, и все разлетелись, ни молодежи, ни осталось. И пошли мы, как говорится, ну вот, я пошел, и вот, все остальное. Ну еще Игорь Третьяков, кстати. Игорь Третьяков, это вообще для меня поражение. В 2002 году вышли мы на благовестие. Это с 90, я в 96 крестился, до 2002 года благовестовать по квартирам не могли ходить по городу. Ну вот, раздавали материалы о крещении, но это не благовестие, не о Евангелии говорили, почему-то о крещении. Игнатий, ну, Игнатий, Игнатий, Игнатий посмотрел и видит, что ну никакие, ну хоть о крещении раздайте материалы людям, вы хотя бы истину принесете ей какую-то. А Христе рассказывать очень сложно. Вот ты испортил столько бумаги, толку никакого. Вот тебе бы за это самое ремня дать бы и все. Люди раньше писали, знаешь на чем, у Игнатий Тихоновича учился, газеты, газеты, выбирали газеты, резали их, сплетали, и между строчек писали, между газет. Ты что-то мял-мял-мял, я думал, что-то путнее сделаешь. Ничего не смог, не рисовал и толку никакого. Ну, ну что такое, позор для мамы и папы. Помял зачем-то бумагу. Ну, теперь ее нормально, нужное состояние приведи, да, нарисуй что-нибудь. Так, давайте сейчас. Раз ты что не смог сделать, хоть бы лебедя какого-то состряпал. Время мало, давайте закончим. Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житнице, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Торкование. Господь мог представить, в пример Илью, Иоанна, и сказать, что они жили, но он напомнил о птицах, дабы, чтобы дать нам почувствовать, что мы неразумнее, и их Бог питает их, вложивший в них естественную смышленность, доставать себе пищу. 27 стих. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? Толкование. Как бы ты ни заботился, ничего не сделаешь без боли Божьей. Зачем же мучить себя попусту? 28-29 стих. И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякое из них. Толкование. Ни одними неразумными птицами стыдит нас, но и увядающими лилиями. Ибо если Бог так украсил их, хотя в том не было никакой нужды, то не тем ли более удовлетворит нашу нужду в одежде, вместе с ним показывать, что хотя бы ты весьма заботился, однако не можешь украсить себя так, как лилий. Ибо и сам мудрейший, и изысканнейший Соломон во все свое царствование не мог одеваться подобно им. Ну, царствование есть. Ну да. В 36-ти. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, «Коль мы пачи вас, маловеры!» Толкование отсюда научаемся, что не должно заботиться об украшениях, так как это свойственно тленным цветам, а потому всякий украшающийся есть сено. А вы, говорит, разумные существа, вас Бог составил из тела и души. Все преданные житейским заботам маловерны, «Ибо если бы они имели совершенную веру в Бога, не стали бы так много заботиться». Песня Косари на лугу как раз об этом поется. «Божий цветок» будет брошен однако. Итак, 31-й, 32-й стих. «Не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что свидетель, или во что одесса, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом толковании. Есть не запрещает, но запрещает говорить, что будем есть, как обыкновенно богатые говорят с вечера, что станем есть завтра. Видишь, что Он воспрещает изысканность и роскошь в пище». 33-й стих. «Ищите же, прежде Царствие Божие и правды Его». И это все приложится вам в толкование. Царствие Божие есть наслаждение благами, но сие наслаждение дается за правду. Итак, кто печется о духовном, тому по щедроте Божией дается, кроме сего, и телесное. 34-й стих, последний стих, 6-й главы. Закончим. Итак, «Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Толкование. Заботу и дня называют беспокойство и грусть. Довольно для тебя, что ты беспокоишься о нынешнем дне. Если же еще станешь заботиться о завтрашнем, то постоянно заботясь о телесном, когда будешь трудиться для Бога». Я хотел сказать, что все-таки для нас есть от Господа слова утешения, потому что Господь говорит и к детям вашим, к детям верующих людей обращается, к родителям и о детях верующих. Говорит, «Не препятствуйте детям приходить ко мне, не препятствуйте». То есть, поэтому мы должны любыми методами детей удерживать около себя. Вот Галя совершенно правильно поступает, что она удерживает около себя детей, предоставляя возможность детям слышать Слова Божие. Вот все возможное делает, все возможное. Одна надежда у нас на наших сестер оставшихся. Ушла у нас Настя ушла, курица очень сильно чадом заповедовала, чтобы они не оставляли общину, не оставляли. Я так понимаю, что она конечно сейчас молитвами их не оставит и там, на небесах. Так что есть у нас такая возможность увидеть подрастающее поколение и в нашей общине. Ну потому что это наше будущее. Если их не будет, то что нам не так давно много осталось уже жить, а там придет немощь и так далее уже. Да, да, многие только ушло у нас людей. Так что и рядом с нами и самих нас. Мы уже умрем скоро, а не когда. У нас еще есть порох в пороховницах можно отойти и неожиданно. Не ждешь, не гадаешь, утром вышел, планы строишь. Игорь рассказывал, сосед у тебя же молодой. Утром вышел, умер. 36 лет. Рядом живет, прямо через дом, через огород. 36 лет родители, все нормально, Сейчас все нету, ну там внучка бегает. Они у тебя дом продают умерения. А, это эти, которые здесь, а это вот тут. Игорь, у него сердце, да? Да, сердце что-то. Ну у него было сердечко там побаливало, ну как бы, ну и что, что побаливает, мало ли у кого побаливает. Все, на огород просто вышел, вздохнул и упал. Нашли только через полчаса хватились. В доме все сидят, вышли, ну нету, нету где-то там, не знаю, он даже не курил, вот так вот бывает. Что там говорить? Да, ну а Настя у нас что, 42 года, это разве возраст? Девчонка полная сил. Она была кровь с молоком. Они ее просто маленькие, это, ну, чадо не помнит ее, какая она была. Это же гренадер. Сменя ростом. Не не девчонка, а скала. Она, которая всегда была предводительница у пацанов. Она и так разговаривала. Она так и разговаривала. Сколько я ее учил, как правильно должны женщины разговаривать, как у них все время было, она так все время у нее, как Фросси, типа такого вот. У Фросси промелькивает, но у Фросси не такая все равно. У Фросси волос сколько трудились, все. Молодая девчонка совсем, она нам в дочке годится. Это разве? Вот так вот бывает, ребята, трудитесь. Вот музыкальное орудие, все свое, то, что вы научились, употребляйте на Слово Божие. Вот там перед вами учебник этот лежит, по которому песнопение. я вот дома учу песнопение, потом сюда прихожу и мы дальше поем. Тетя Алла вот нам новые подсказывает. Вы также дома там учитесь, там на гитарах, на пианино, на скрипке, на чем кто может. И сюда приходите, здесь будем петь с вами вместе под аккомпанемент, радоваться и прославлять Христа. Там написано в Библии прославляйте песнопениями духовными, псалмами прославляйте. Знаете, псалмами можно на русском языке как петь под гитару или под аккомпанемент. Только, как говорится, давайте нам. А то столько учитесь, учитесь, и ничего нету. Ничего нет. Вот, у тети Аллы, я не успел приехать, у нее сколько там было им? Мало меньше. Один вышел с флейтой, другой со скрипкой. И давай они мне там концерт устроили. Маленькие. Маленькие. Ага, стихи там рассказывали. А я что, ну никто приехал. Просто, всегда столько славы Богу лилось. Да, да, да. Были они все вместе. Ну это потому, что там это баптистское было все-таки от Анатолия Кузьмича. Много он как бы да. Ну и по молодости ясно, что еще девчата были у вас молодые. Таня, Люда, они еще на этом, там же постоянно песнопение у баптистов. Как бы это пришло к нам. Самое интересное, они пришли, и никто не принес песни-то. Мы бы нам в свадьбах пели, мы бы и так тоже их пели. Почему только в 2005 году дошло до нас это? В 2005 году петь-то только начали. Когда начали петь, да как о чем раньше их не пели, это же все христиан. 13 лет пойдем что ли? Да, 13 лет. А вот я, можно я обращусь к Сереже, можно я к этой молодежи обращусь? Молодым. Не, все уже они в таком восприятии. Я сегодня ехала в автобусе, и Стас Михайлов пел песню. Стас Михайлов пел песню о Боге. Ух ты. И вся песня была, что ты был взят, потому что у тебя душа была закрыта. ты был взят на небо, потому что ты не простил другу своему. И Бог не простит тебя. Понимаете, она как из всех моментов самых лучших выбранных. Я уверена, что это Стас Михайлов. Да, Стас Михайлов пел. Если бы Трофимов еще, я бы поверила. Это называется дорожное радио. Это тот, который водитель. Я на ригулю, автобус пошел. Тот ушел, я стояла, потом этот автобус выходит и пошел. Я так махну, он остановился. И там игра пел песня. Да у них бывает иной раз. И у Пугачевой тоже. Я там открою окно и помолюсь тебе, Боже, там начала я слушать и думаю, Пугачева, тебе дошло в 70 лет, что нужно Богу было молиться. И он поет, что вот ты не будешь прощен, даже если ты тут сказал, что ты не будешь прощен, потому что ты сам не простил нас. Понимаете? И дальше пошло. А я сижу, думаю, какой-то мужчина мне так остановил вот это самое. Потом, когда он повернулся, что-то у него, там такой тост, что-то золото, у него что-то выпало. Я потом сижу, сижу, потом думаю, нет, подойду, подошла. Я говорю, спасти Христос, что вы остановили, подала ему визиточку. А проводница там сидела, там народу мало было. Я подошла, там ей другое что-то дала. Он говорит, это что он вас, не остановил вам? Я говорю, нет, это я просто подошла, я сейчас на остановке выйду. Она побежала к нему узнавать, что может ее где-то высадить надо. Понимаете? Это вообще, это как будто вот Бог сопровождал меня, чтобы я так молилась, чтобы мне сходить сегодня. Хочется мне сходить на это, ну, визиточку. И поэтому как-то Господь это... И димол ты, хватит уже. Хорошо, что такие песни. А то поют на иностранном. Сейчас молодежь очень увлекается вот этим. Иностранные песни. Английские. Поет, что-то поет, а потом говорит, а вот теперь послушайте перевод. А перевод. Все нормально, все в порядке, я беру тебя с собой, в темную омуль с головой. Кто это поет? Сатана поет. Вот они слушают вот это все и принимают. А то можно подумать, в наше время не слушали Битлес. Ну, там у них было про мир, конечно, некоторые песни, но потом дальше и после Битлес там пошли и начали там тоже, подпевали все. А там чисто сатанизм был один. Я душу дьявола продам, за ночь с тобой. Ага, это вообще совсем. А поет, как истинно? 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 Я просто по-нерусски не слышал. О чем я спорю, тетя? Она не спорила, просто говорит, что там, что там. Зато музыка какая шикарная. Где-то могут слушать на нерусском, не понимать перевода. Музыка нравится. А тут уже переведено все равно. Нравится, хлопай, мужу развеет. Я еще попрошу, когда тут будут еще деревенские, а они очень сложно входят в городскую общину. Ну, не знаю почему. Вы тут тоже этих чат оставляете здесь. И хоть я о Лизе постоянно с Амфисой говорю, оставайтесь. Вы тоже их оставляете здесь. Оставляйте, потому что то, что они у меня живут, это еще не значит, что мы их сроднились там душой и телом. Ничего этого нету. Поэтому трудись, трудись, Агам. Когда трудиться, они утром убежали, вечером только пришли. Когда трудиться. Так что у них родители были, трудились все. Тут главное есть община, занятия здесь есть, вот в чем дело. Ну вот они в Потерявке-то ходят на занятия. Я все время удивляюсь. Последний раз тут был Иеремия тоже, Иеремия ушел. Я позвонил Игнать Тихоновичу. Позвонил Игнать Тихоновичу. Говорю, Иеремия не имея на занятия ходит. Да, ходит. Я говорю, а здесь не ходит. Он, а почему? Я говорю, я его попросил остаться. Я говорю, он ушел. В воскресенье. Он еще подкрывал родительскую улицу или уже... Они все вылетают. Вот что Терентий был такой же тоже. Раз, они вырастают колончами. И он думает, у него ума там палата. Вот сейчас просто взлетит и будет, как космонавт над всеми парить. А ничего нету, он под низом лазит, как червяк. Можно я скажу? Я думаю, знаете, как нужно нам поступить? Обратиться к отцу Акиму. Я думаю, он для них самый больший авторитет, чем кто-то из... Потому что он там с ними в деревне, они на его глазах выросли. Может быть он с детьми поговорить, чтобы они оставались. Конечно, бывают некоторые моменты, когда совсем не могут остаться там. Галя, да я вот здесь вот обращался к отцу Акиму. Отец Аким, ну молодежь у нас вот. И что он мне ответил? Ну, что, Сергеевич? Что батюшка дверил? А вы не помните? Да я прослушиваю, сестры говорят здесь. А о чем ты говоришь сейчас? Алифина, говорите вслух, что вы там обсуждаете. Нам же интересно, так же. Ну, что тебе батюшка-то сказала? Почему? Что, он с ними разговаривал? С детьми разговаривал? Да. Да, в общем, я еще встал, взял вот Новый Завет или не взял, или по памяти, или зачитал. Вместо темного писания. Дай Бог памяти какое. Ну, то есть я... Не препятствуйте и детям приходить ко мне. Нет. Нет, не так. Другое. Кто бы не препятствовал, да. Бог, кто. А, кто постыдится меня и слов моих, вроде семьи любого грешен, того и я постыжусь. Я говорю, батюшка, мы остаемся на занятия, после занятия идем на благовестие. Ну, иначе зачем мы внимаем в себя вот это Слово Божие, чтобы потом не давать людям? Это бессмысленно. Для того нам Бог и светит, чтобы мы были светом другим. Чтобы прославляли Отца нашего Небесного. И я на благовестие, а батюшка, а он сам на благовестие не ходит. И он говорит, ну ага, ну что, и все, и еще я и же виноват остался. Я грубо как бы так как. Ну да, там сразу начинают, ты что, грубо, там надо было подготовиться, надо было там помолиться. Поэтому да, авторитет, авторитет, но когда батюшка с нами на благовестие не ходит, тут хоть что. Пример берут с высшего. Занятия недорого, батюшки, все, вот так скажем. Занятия недорого. Служба, да, а занятия, ничего тут в этом нету. Собрание тоже самое. Хотя, вы учтите, что человек уже в таком возрасте, во-первых. Во-вторых, он едет в поезде, он благовествует. Вот я была свидетелем. Ну не надо защищать. Блокаты, как вы надоели уже. Ну ладно, все, мы это знаем. Человек благовествовал, завтра перестанет. Все, знаем. Искушение придет, и все. Сергей только что правильно сказал, прочитав Слово Божие. Идите к людям, к людям идите. Не едьте где-то, сидите вы там хорошо. Не в храме там стойте и ждите. Идите, идите, идите. А не попутчикам каким-то там находитесь. И к вам подойдут в рясе или еще в чем-нибудь. Идите, все. Слушать будут, они молодые, если кто в рясе не одевал. Да понятно, какие там в рясы. А так, конечно, ты в рясе, там, в этом подрясники тебе могут подойти, там, с крестом тем более еще. Почему бы не подойти там людям, не поинтересоваться просто так. А мне вот интересно. Ты вспомни, как мы с книгами вставали на площадке. Ты же подрясники вы все, люди подходили, вопросы задавали всякие. Но я потом перестал ходить в них. И все, пересталось. Перестали задаваться. Сразу, да. Пока ходил. Может, вспомнишь первую любовь свою? Давай все в рясе, раз наденешь. Мы уже просидели лето, красные пропели, а глянуться не успели. Как все срекозы. И в следующее воскресенье зима катит в глаза, уже холодно будет на Благовестие идти уже. Так, ну, кто захочет на Благовестие, сейчас оставайтесь и выезжаем, да, выезжаем на Благовестие. Только надо не забыть взять визитки, также мы берем визитки. Взяли? Штук сто надо больше, может. Ну, там-то есть же все, кучки-то есть. Ну, конечно, возьмем. Вот, брат Сергий сделал их многое, слава Богу. Крестный ход был взять, но всеобщий, прям пройтись вот так вот. Полдуновый, Северонапорный. И тележка с Евангелиями катить? Да, да. И всем раздавать. Бесплатные Евангелия. Ну, это можно, разрешение только надо. Эти же протестанты ходили же. Дорога Христа назвали они это. И ходили. Администрация. Начиная от площади Октября, мы прошли вот до речного вокзала. Ну, пока можно было по центру идти, вот они шли. Будем просить у других, а когда сами не ходим, просить, чтобы нам дали разрешение идти к Резонходу. Когда разрешение возьмем, уже деваться нам некуда будет. Да, разрешение возьмем, а потом начнут. У одного голова болит, у одного картошку перекапывать, у третьего пшеницу там рассеивать, у четвертого муку там и так далее начнется. А кому ходить? Этому надо идти до дому пешком, и никого не останется. Ну, два мешка картошки надо перевезти по налоговому бреду. Говорит, у меня просит, говорит, попросит. Он деньги, говорит, берет, говорит. Он не хороший. Он чужим лучше деньги отдает. Одну удачу отдал, вторую отдал, квартиру я приватизировал, все раздал. А своим он деньги не дает. А чужим все раздает. Не, ну я только на бензин беру и все. Ну, далеко как-то. Это реально. Я по городу-то развожу, я ничего ни у кого не беру. А тебе там, ну, шишки на задворках, я что тебе? Ну, что дальше? У меня что, я миллиардер, что ли? У него машина много, же это бензин. Вон, к Севастьяну подойди, он богатый, он тебя довезет. Попросись у него. Он подойдет. Так он же сказал, он дома там ничего не ест. Чего так ему возить туда еще? Картошку. Да ты столько ходишь, взял с собой мешочек, донес, потом опять второй раз. О, больная Галя, все переносила в злый мешок. Галя, вот смотри, руки трясутся, ты вот после этого инфаркта, инсульта, все у нее. И носит сама. А ты идешь и ничего не несешь. Ты на спину-то одень, ты неси ведерко. Он, ты, видите, он весь сагбедный, он несет грехи, ну, если не всего мира, то Алтайского края. А он бетонного угля перекидал, ну, за два часа, он здорово. Да он меня на руке, ты можешь еще, есть порох, полохорнице, взялся вот так. И все, я понял, что он, я сдаюсь, говорю, все уже. Ну, как, кого он там, сила такая, он как схватился за мою руку, как будто это бурак какой-то тут, сатана прям. Ну, он залез на дерево, палку спустил, ураган, сутся, что-то забавно, он его одну руку поднимает. Вот так. Вот дурочка нам гнала все время, столько лет, мы как дураки. А мы как дураки думали, что где-то песок из задницы сыплется. А оказывается, там еще порох целый. Надо было воспламенить, только спичку кинуть, и взлетел бы прям до рая. Наш Василий Николаевич. Василий Николаевич, подними выше голову, покажи. Ох, молодец, все. Вот это взгляд мужика-орла. Козак, да меня победил, как мне чего делать. Мне стыдно, Василий, все, я проиграл тебе. Так вот, кто из гандаря придумывает, наверное. Давайте помолимся. Благословен Господь, благословенный, пресновенный, 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 аминь. Достойно, я всякого истину, блажить и тебя, Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, честнейшую Херуви, И слабнейшую без сравнения Серафим, Мерзостление Бога, Слова родшую, Сущую Богородицу Тя величаю. Благодарим тебя, Господи, Что и в этот воскресный день Ты вновь позволил нам собраться у ног Твоих, Слушать Слово Твое. Избавь нас от излишних забот житейских, Направь наши мысли в горнюю нас. Дай нам веры в то, что Ты знаешь о всех нуждах и попечении наших. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь.